Всем привет дорогие друзья, я новая соведущая Дрима на канале IG Project, меня зовут Несли Флай или если вам будет удобно просто Нес. Теперь я буду вести новые информационные выпуски из мира анимаций на этом канале. Пока все отходят от новогодних гуляний, у нас нашлось немало свежих новостей, связанных с нашими любимыми мультиками. Интересно? Тогда вы находитесь на канале IG Animation, меня зовут Несли Флай и мы начинаем. Начать я бы хотела с рассказа о том, что можно будет посмотреть уже в январе этого года. 2021 год начинается с пилота Лонгангал, который выйдет уже 11 января и будет идти целых 20 минут. Пилот выйдет на ютубе и расскажет нам о двух чудаковатых героях, Ройалд и Снеге, которые неожиданно становятся шерифами и решают вернуть ущелье и былую славу. Разработка одного такого пилота идет уже целых 5 лет, а ждать осталось совсем немножко. Ссылочку на нашу озвучку трейлера вы найдете в описании и закрепленном комментарии, рекомендую ознакомиться. Также Netflix не забыли снова нам напомнить, что заключительный четвертый сезон Кармен Сан-Диего выйдет уже 15 января этого года. И выложили на свой официальный канал Netflix Futures новый трейлер будущего сезона. Как раз есть время, чтобы посмотреть предыдущие три сезона мультсериала и насладиться финальными приключениями Кармена и ее друзей. Ну и наконец, Вивьян Медрана опубликовала трейлер первого сезона Адского босса, в котором показали просто огромное количество новых кадров из будущих эпизодов, затизерили новых демонов, а также показали Асмодея, верховного демона, который управляет кругом похоти в аду. По легенде, Асмодей всегда появлялся с тремя головами. Первая как у быка, вторая как у человека, третья как у барана. Он также имеет хвост как у змеи и извергает пламя из пасти. А теперь внимательно посмотрите на его лицо. Справа бык, посередине человек, а слева баран. Так что это точно Асмодей. Дрим уже успела разобрать трейлер по полочкам и выпустить озвучку на него. Рекомендую к просмотру. Все ссылочки найдете в описании к ролику. На Нетфликс 2 февраля стартует новый мультсериал от Крейка Макракена. Создателя таких культовых сериалов, как Суперкрошки, Дом друзей Фостера и С приветом по планетам. Крейк, кстати, женат на Лорен Фауст, которая тоже принимала активное участие в создании этих прекрасных мультсериалов. А также она известна благодаря созданию мультсериала My Little Pony Friendship is Magic. Брони, привет! Так вот, мультик будет называться Кит Космик или Космобой. Согласно синопсису, одаренный воображением 9-летний мальчик, который живет со своим свободолюбивым дедушкой в малонаселенном городе, случайно находит и активирует 5 космических колец силы в обломках космического корабля. Тем самым посылая сигнал в космос, на который отреагировали инопланетяне и вторглись на Землю. Ведь эти кольца самые мощные и желанные артефакты во всей галактике. Парень отдает остальные кольца местным жителям, которые получают сверхспособности, например, телепортацию, создание клонов, увеличение своих размеров и предвидение будущего, чтобы противостоять звездным захватчикам. В общем, ждем 2-го февраля, ведь нас ожидает что-то поистине эпичное и крутое. И еще хотелось бы рассказать, что уже сейчас можно посмотреть. Например, на Disney Plus состоялась премьера фильма «Душа» от студии Pixar. К сожалению, на русском пока сложно будет посмотреть, так как стриминговый сервис Disney Plus еще недоступен в России. А официальный российский прокат назначен только на 21-го января этого года, так что придется чуть-чуть подождать. Там, кстати, еще вышла первая серия The Great North от создателей бургеров Боба. Этот семейный ситком рассказывает об отце-одиночке, живущем на Аляске и пытающемся вырастить детей и преодолеть все свои трудности. Но если вы хотите российской анимации, то студия Phoenix вместе с ребятами из Румблера представили первую серию Кота Альберта. Как пишет команда из Румблера, идея была в том, чтобы создать безбашенную, полную сюра, комедии и безумия историю, где кот по имени Альберт в очередной раз разносит все подряд к чертовой матери. И у него это получилось. Мульт вышел весьма красочным и интересным, так что ждем новые серии этого безумия на своих экранах. А Союзмультфильм в сотрудничестве с Ацбером вообще решили вспомнить Чебурашку и выпустили новогодний спешл под названием Чебурашка. Секрет праздника. Выпуск посвятили Леониду Шварцману и поблагодарили за героев нашего детства. В этой короткой анимации нам показали новогоднюю суматоху Гена и Чебурашки. Красной нитью через весь мультик проходит мысль о том, что елка и подарки не так важны в новогоднюю ночь, как близкие люди рядом. Анимация получилась весьма ламповой, рекомендую к просмотру. 21 декабря появился постер сиквела Зверопоя, который будет называться Зверопой 2. Помимо старых персонажей появятся и новые, а премьера назначена на 22 декабря 2021 года. Фильм расскажет о Алибастере и его новом музыкальном составе, который теперь нацелен на дебют нового шоу в театре Кристальная Башня в гламурном Редшор Сити. Но для этого им необходимо взять в свою команду старую рок-легенду льва Клея Келлоэ, который более 10 лет назад ушел со сцены после того, как потерял свою жену. Он нужен им для того, чтобы привлечь внимание Джимми Кристала, безжалостного волка, который владеет Crystal Entertainment и площадка для выступления, на которой и должно развернуться новое шоу. Также буквально недавно на официальном ютуб-канале Hulu вышел тизер второго сезона Солнечных Противоположностей или Обратная Сторона Земли. В России инопланетян крутят в дубляже на канале Fox Now, и это их локализация, но не суть. Если кто забыл, то за этим шоу стоит сам Джастин Ройланд, создатель Рика и Морти. Первый сезон вышел интересным, с кучей знакомых нам шуток в стилистике Рика и Морти. И все это приправлено отличным повествованием, от которого точно не соскучишься. А вот второй сезон выйдет уже 26 марта этого года. И напомню вам, что Hulu уже давненько заказали целых три сезона мультсериала. Так что посмотрим, что у них получится в итоге. Тем более ждать осталось совсем чуть-чуть. Ну и под конец издания Камильфо нантировали огромное количество комиксов и показали, что у них сейчас находится в разработке. Нас ожидает артбук по конюбой Джеку на русском языке, артбук по Грищинам. Также в работе сейчас находится четвертый том основной серии Рика и Морти. Еще нас ожидают новые комиксы Время приключений. И на самое сладкое нас ждет российское переиздание комиксов по чародейкам. Дима Саиндук у себя в твиттере уже успел оценить этот перезапуск, написав следующее. Сто лет подряд лоббировал перезапуск комиксов ВИЧ, прожижал Степану с Мишей все уши и вот наконец свершилось. Так что все фанаты чародеек возрадуйтесь, ведь совсем скоро пять отважных девочек соберется снова вместе, чтобы противостоять разным злодеям. Ну а на этом все ребят, вот такой небольшой выпуск новостей получился. Сейчас в начале года все анимационные студии находятся в спячке. Думаю уже ближе к февралю будет больше интересных новостей и релизов. А пока что не забывайте ребят подписываться на канал, ставить лайк, ну и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые озвучки, разборы и новости. А я с вами не прощаюсь ребят, скоро увидимся.